Добрый день! В эфире Ильявунг ТВ. У нас в гостях политолог, эксперт по международным отношениям Григорь Баласанин. Как руководство Арцаха попало в плен или как они были задержаны азербайджанцами? Что повлияло на то, что российские миротворцы не были более активными? Почему в Арцахе начались выступления общественности против российских миротворцев? Кто организовал эти выступления? На эти вопросы пока мы не можем найти ответ. Вопрос Зангизурского коридора можно принять, уже считать закрытым. Что между Ираном и Азербайджаном достигнуто соглашение, что Азербайджан из Нахадживана через Иран будет связаться с Азербайджаном. Дать понятие Азербайджану, что во-первых, Армения подпишет договор только тогда, когда войска Азербайджана уйдут из территории Армении. Только тогда Армения согласится вновь сесть за стол к переговору. Трансгендеры начинают представлять Армению в различных конкурсах и так далее. Но если это суверенитет, если это независимость, то уж извините. Это пародия на независимость. Это не независимость. Добрый день, господин Баласанян. Рады вас вновь видеть в нашей студии. Спасибо за приглашение. Господин Баласанян, в эти дни исполняется годовщина трагических событий в Арцахе, когда произошел массовый исход населения. Как вы оцените, была ли альтернатива этому исходу населения и действия армянской и российской стороны? Потому что, как мы помним, тогда с армянской стороны прозвучали обвинения в сторону российской стороны. Вот в целом, как вы оцените, что произошло? Да, вы правы. Год назад страшные события происходили в истории армянского народа. Потому что почти за 300-400 лет впервые Арцах остался без своего коренного населения. Что произошло? Все, что произошло, мы, наверное, сейчас не узнаем в деталях. Но позже, я думаю, история все точки поставит на «ты». Но на самом деле, я думаю, что была возможность предотвратить эту ситуацию. И я тогда полагал, что руководство Арцаха пойдет на более активную дипломатию, более активные действия будут происходить с их стороны для будущего Арцаха. Потому что руководство Армении начали уже говорить, что что будет происходить в Арцахе, Армении не будет мешиваться, вооруженные силы Армении не будут мешиваться. Но сидеть, просто сложа руки и смотреть, как это все рушится, на мой взгляд, было неправильным. Еще когда в Донбассе происходил референдум в новых регионах, я тогда говорил, что тогдашний министр иностранных дел Арцаха добил два бояна вместо того, чтобы поехать в США и встречаться с конгрессменами, которые не имели возможности повлиять на ситуацию. Лучше было бы, конечно, чтобы он поехал в Запорожье, поехал в Херсон, и там объявил, что в Арцахе внимательно сидят за ситуацией, и в следующем будет Арцах проводить референдум о независимости, или что деятельность Арцаха направлена на независимое государство. И мы в этом поддерживаем новые регионы России. В том плане, что народ имеет право на самоопределение, народ решает, в составе какого государства ему жить. Этого не было. Второй момент, когда в преддверии этих страшных событий, я помню, что в драматическом театре Степанакета собралась русскоязычная община Степанакета, Нагорного Карабаха, Арцаха. И там даже начали обсуждение в плане того, что могут ли арцахцы соответствовать названию или соответствовать категории соотечественник согласно федеральному закону Российской Федерации, чтобы подать заявку и надеяться, что как было в Южной Осетии, как соотечественники Россия может по-другому посмотреть на ситуацию, и миротворцы России могут получить новые функции, новые возможности для защиты населения. Но этого, к сожалению, не произошло. С российской стороны тоже были допущены немало ошибок, на наш взгляд. Потому что, когда закрылся Лачинский коридор, вместо применения грубой силы и просто открытия этого коридора, начались уже переговоры, начались с азербайджанцами попытки повлиять на них и добиться того, чтобы Азербайджан открыл коридор. Но открытие коридора или закрытие коридора, к сожалению, это не было только решением Азербайджана. Здесь стояли глобальные силы, которые были заинтересованы в том, чтобы Арцах стал частью Азербайджана. Событий было очень много, но то, что происходило, это не должно было происходить. Это большая трагедия, и, к сожалению, уже прошло год, но мы пока еще не знаем, что на самом деле произошло, как руководство Арцаха попало в плен, или как они были задержаны азербайджанцами, что повлияло на то, что российские миротворцы не были более активными, почему в Арцахе начались выступления общественности против российских миротворцев, кто организовал эти выступления. На эти вопросы пока мы не можем найти ответ. А пока мы не найдем ответ, мы не можем детально восстановить ту ситуацию, которая произошла в Арцахе. Сейчас идут обсуждения вокруг вопроса возвращения беженцев. Фашинян объявил, что он не видит этой возможности, так как видят бывшие чиновники НКР. Как вы считаете, реальна ли перспектива возвращения в этих условиях, или что должно произойти, чтобы люди смогли вернуться на свою историческую родину? Я думаю, что возможно, но для этого, как было в 1920 году, в 1921 году, в 1922 году, Азербайджан и Армения должны оказаться в составе одной организации, в составе одного интеграционного процесса. Только тогда, я думаю, армяне Нагорного Карабаха будут иметь возможность вернуться в свои родные места, и, что самое главное, будет обеспечена безопасность людей, физическая безопасность людей. Без обеспечения этой безопасности говорить о том, что жители Арцаха могут возвращаться в свои дома, ну, это скорее очень надежда на это, но суть дела этого не меняет. То есть, если не будут обеспечивать физическую безопасность жителей Нагорного Карабаха, ни о каком возвращении, я думаю, не может быть и речи. Но если Армения и Азербайджан будут в составе одной организации, одного интеграционного процесса, есть шанс, что вот этот вопрос будет объявлен внутренним вопросом этой организации, и в рамках этого вопроса, и в рамках этой организации, может быть, будет осуществлено возвращение армян Нагорного Карабаха. Ну вот сейчас очень много говорят о предстоящем саммите КОП-29, который пройдет в Баку. Можно ли ожидать продвижения в переговорном процессе, в положительном для Армении ключе, вот именно в связи с этим саммитом международным? Я не думаю, что Армения выиграет, если примет участие в этом саммите, потому что с азербайджанской стороны это будет представлено как достижение Азербайджана, что уже все, между Арменией и Азербайджаном нет никаких проблем, и что все проблемы разрешены, и поэтому Армения по экологическим вопросам, даже солидарно с Азербайджаном, принимает участие в этом форуме. Недопустимо участие армянской делегации, потому что с азербайджанской стороны, я повторюсь, это будет воспользовано, использовано, и Азербайджан будет пользоваться этим моментом и объявлять, что все, все проблемы с Арменией решены, и международному сообществу незачем беспокоиться. Нет, ни в коем случае Армения не должна принимать участие в этом форуме. А вот в переговорном процессе это может как-то повлиять? Я не думаю, что это может повлиять. На переговорный процесс может повлиять только позиция сверхдержав, которые имеют свои интересы в нашем регионе. Есть и сверхдержавы. Будут сесть за один стол и поговорить, и понять, что вопросы Южного Кавказа нужно решать, и что мирный договор должен быть подписан. Мирный договор может быть подписан. Но еще два года тому назад я сказал, еще раз повторюсь. Мирный договор с Азербайджаном может быть подписан только тогда, когда этот договор будет интересен Ирану, будет интересен России, и что этот договор будет восприниматься со стороны этих государств как положительный шаг. Если этот договор не будет соответствовать интересам вот этих двух государств, договора как такового, я думаю, мы не увидим. Ну вот как раз по поводу Ирана и России. В последнее время мы наблюдаем какое-то обострение отношений именно вокруг открытия коммуникаций на юге, так называемом Зангизурском коридоре. И даже со стороны Ирана, и иранских различных чиновников, звучат заявления о недопустимости позиции России, даже что претензии России по поводу коридора неприемлемы. Было такое заявление. О чем идет речь? В чем противоречие стороны Ирана и российской стороны? Вчера Сергей Шальгу с необъявленным визитом посетил Иран. И уже было объявлено, что стороны не имеют никаких разногласий по поводу региональных вопросов. То есть все, что было заранее обговорено, все остается в силе. То есть говорить о том, что между Россией и Ираном есть какие-то разногласия, я бы не стал. Плюс к этому никто или почти никто не обращал внимания на то, что после телефонного разговора президента России и Азербайджана азербайджанская сторона исказила весь текст, который был представлен официальным Кремлем, потому что на сайте официального Кремля текст был в плане того, что состоялся в телефоне разговор между двумя президентами, были обсуждены вопросы открытия региональных дорог, а со стороны Азербайджана было объявлено, что президенты говорили об открытии Зангизурского коридора. Иранские источники взяли этот момент, особенно те иранские телеграм-каналы, которые базируются в Лондоне, и начали вот это все использовать, что вот есть разногласия, что вот Россия тоже хочет Зангизурский коридор, только Иран препятствует этому и так далее и тому подобное. Никогда ни в каком договоре не было написано, что будет Зангизурский коридор. Особенно в договоре от 9 ноября в 9 пункте. Поэтому Россия еще раз объявила, что все договоренности остаются в силе. То есть никаких разногласий нет. И сегодня у меня появилась информация из, так сказать, первых рук, что вопрос Зангизурского коридора можно принять уже, считать закрытым. Что между Ираном и Азербайджаном достигнуто соглашение, что Азербайджан из Нахадживана через Иран будет связаться с Азербайджаном. То есть вопрос Зангизурского коридора закрыт. Но все равно вот этот вот коридор или эта дорога по соглашению от 9 ноября, она должна быть открыта, если мы ссылаемся на него. И армянская сторона постоянно выдвигает требования, чтобы не был бы контроль у других стран, у внешних игроков. И также предлагает контроль отдать частные организации. Что за частные организации могут контролировать коммуникации? Ну, во-первых, частные организации априори не могут контролировать государственную границу и дороги, которые идут по территории Армении. Это во-первых. И этот вопрос вообще нужно снять с обсуждений, потому что этого, в принципе, не может быть. Второй момент. Я не знаю, какие провластные круги говорят о частных организациях, которые могут теоретически контролировать вот эти дороги. Я ссылаюсь на заявление в парламенте, последнее заявление премьер-министра Армении, когда он сказал, что там не написано, что российские погранвойска физически будут присутствовать в середине границы между Арменией и Нахадживаном. Ну, во-первых, там и не должно быть этого сказано, потому что если там написано, что между армянскими и азербайджанскими погранпереходами должны стоять российские погранцы, это означает, что они физически будут там. Они же не могут из космоса это все контролировать. То есть этим премьер-министр дал понять, что Армения в принципе согласна на реализацию 9-го пункта договора 9-го ноября. То есть премьер-министр не сказал нет. Но, по-моему, согласен с некоторыми экспертами, что может быть вот эта тема частных организаций, она умышленно бросается, бросается, чтобы дать понять внешним игрокам, что в Армении пока что не решили, по какому пути идти, что вот есть обсуждение, общественный дискусс, что вот российские пограничники должны стоять, или частные компании должны стоять. Мы должны понять, что за компании. Если частные, то по всей вероятности частные военные компании. А какие страны имеют частные военные компании? Их не того же много. Если не будут стоять российские пограничники, значит, будут не российские частные компании. То тогда или американские, или французские, или британские. Других просто нет. В этом плане уже будет против Ирана. Поэтому, если мы говорим, что коммуникации должны быть открыты, если Россия и Иран говорят, что никаких противоречий уже и вообще не было, и сейчас вообще нету, то это означает одно. Девятому пункту договора от 9 ноября быть. Ну вот власти также предлагают азербайджанской стороне подписать уже те пункты договора, по которым есть взаимное согласие. Это, как объявляют, 80% уже согласовано. С чем связано, что армянская сторона настаивает на подписании какого-то предварительного мира? Пока что еще все не согласовано. Почему армянская сторона Я думаю, что Армению торопят. Торопят те центры силы, которым нужен этот договор. Хотя бы кусок бумаги. Чтобы они смогли отчитаться перед своей общественностью. А какая сторона заинтересована отчитаться перед своей общественностью? Только та страна, где будут происходить выборы. А где будут происходить выборы ближе в ближайшее время? В США. В ноябре там выборы и для них нужно все делать, чтобы этот договор, или я не сказал бы этот договор, это как бы кусок бумаги, который должен быть подписан. Потому что в мире нет другого случая, когда договора подписываются поэтапно. То есть сначала 13 пунктов, потом 3 пункта, потом 2 пункта. Нету такого. Или есть договор, или договора нету. Но для армянской диаспоры, чтобы они смогли заручаться поддержкой этой диаспоры, им нужно вот этот так называемый договор, чтобы показать, вот смотрите, например, Россия, Иран, другие страны не смогли обеспечить подписание этого договора. 30 лет прошло. А вот мы вмечались и за пару лет смогли достигнуть вот этого величайшего результата. Поэтому я думаю, что это капкан для Армении. Никакого договора по частям не должно быть подписано. Мы не торопимся. Мы должны дать понять Азербайджану, что во-первых, Армения подпишет договор только тогда, когда войска Азербайджана уйдут из территории Армении. Только тогда Армения согласится вновь сесть за стол к переговору. А так подписать договор с интервентом, подписать договор с оккупантом, это не входит в интересы Армении и армянского народа. Ну вот через несколько дней Армения будет отмечать свой очередной день независимости. Как вы считаете, мы можем говорить сегодня об Армении как о независимом и суверенном государстве? Ну вообще в мире как таковых нет сто процентов независимых государств. Все государства от кого-то зависят. Но когда мы говорим о суверенитете, часть армянского общества почему-то полагает, что суверенитет это просто ну так сказать независимость от России или отношения с Россией есть и ухудшаются, вот это уже борьба за независимость и борьба за суверенитет. Нету такого. Нету такого и не может быть. Когда тебе диктуют, что тебе делать, когда младшие чиновники из западных стран приезжают сюда, когда послы этих стран все время вмешаются в твои внутренние дела, говорить о независимости и о суверенитете, ну это смешно. Армения, не имеющая никаких полезных ископаемых, все равно зависит от кого-то зависит. В этом плане да, мы зависим от России, потому что по-другому мы не можем найти дешевые энергоресурсы. В этом плане да, мы зависим от России. Но когда нас диктуют, что нужно изменить вот этот уголовный кодекс, ГТБ сообщество должно быть приемлемо для Армении, что вот уже трансгендеры начинают представлять Армению в различных конкурсах и так далее. Но если это суверенитет, если это независимость, то уже извините, это пародия на независимость, это не независимость. Поэтому мы должны понять, говорить с союзником, иметь тесные отношения с союзником, углублять экономические, политические, культурные образовательные связи с союзником, это не означает, что мы теряем независимость. Наоборот, с помощью этого союзника мы можем защитить свою независимость, суверенитет от нападок тех товарищей, которые сидят и думают, как бы навредить, и что самое главное, главная их цель состоит в том, чтобы оторвать Армению от России, а потом что будет с Арменией, это уже их не касается и это их не волнует. Поэтому пользуясь случаем я хочу поздравить нас всех с Днем Независимости и пожелать, чтобы наша маленькая Армения действительно обрела независимость, действительно поняла, куда она идет и чтобы она была понятлива и для наших союзников, и для наших партнеров, и для наших врагов. Некоторые прозападные силы начали процесс сбора подписей для вступления в Евросоюз, на это у них есть 60 дней, за которые они должны собрать 50 тысяч подписей. Как вы считаете, им это удастся? Я не думаю, что им это удастся, ну может быть 60 тысяч подписей они-то соберут, но я уверен, что политическое большинство в национальном собрании не даст согласия на включение этот вопрос в план работы национального парламента. Почему я так думаю? Потому что премьер-министр, когда начали слушания в национальном собрании, премьер-министр тогда сказал Армении, что вхождение Армении в Европейский Союз безвизовый режим и так далее и тому подобное, они не входят в приоритеты внешней политики Армении. Поэтому я во-первых не думаю, что удастся собрать 60 тысяч подписей. 60 тысяч подписей это очень большая цифра. И во-вторых, граждане Армении, когда смотрят, что у нас в сегодняшний день происходит в Грузии, должны понять, что не получили с Грузией, они попытаются это сделать с Арменией. Грузины уже начали приходить в себя, грузины уже начали понять, что это евроинтеграция, евроатлантическая внешняя политика и так далее и тому подобное, только способствовало тому, что Грузия потеряла территории, Грузия потеряла идентичность, Грузия уже оказалась в экономическом плену у Азербайджана и у Турции. Это вот они должны понять, они должны посмотреть на это и про себя говорить, хотим мы этого или нет. Потому что и для Армении, и для Грузии, и для других постсоветских стран Европейский Союз, Запад в общем в своем облике в нашем регионе представлена Турцией и все. То есть дальше Турции мы не поедем. Господин Баласанян, большое спасибо вам за интервью. Спасибо большое. Спасибо. .